Перед встречей с мэром Сочинца смогли пообщаться с экспертами департаментов и управления города. Все они собрались, чтобы ответить на вопросы в одной из школ микрорайона. Однако немало просьб было адресовано и главе курорта. К примеру, отремонтированную дорогу на Вишневой уже успели разбить Камазы. Там сейчас, прямо на Кабаркоте, чуть дальше нету сладома, там же из Сарача, и с другой стороны строится на шестисотках, это квартирный дом, и туда постоянно ездят миксера. Если у него есть разрешение, то он напишет обязательства и будет ездить только так, как положено, колеса мыть, и потом восстанавливать, если вдруг придется. Кроме того, на улицах Макаренко и Абрикосовой нужно восстановить ливневки, а возле 44-й гимназии вернуть лежачего полицейского. Ну а задача самих жителей – поддерживать порядок. Только в прошлом году здесь отремонтировали почти все школы и детские сады, и более полусотни жилых домов. Благоустроено около 90 дворов и 18 детских площадок. Пять вновь отремонтированных улиц микрорайона. Это улица Вишневая, улица Макаренко, Абрикосовая, 60-летний ЛКСМ, и Ботаническая. Вот, Олимпийская мы начали ремонт. Тротуары мы сделали по этим улицам по всем. Мэр курорта напомнил жителям о налогах, вернее о том, что платить их нужно вовремя. Только в микрорайоне Заречном транспортные сборы не оплатили более 3000 человек. А это около 30 миллионов рублей, которые бюджет города не получил. По дорогам нашим ездят, машину содержать могут, на бензин деньги есть, а заплатить за дороги не могут. А это и есть вот эти деньги, которые идут в Дорожный фонд, они потом идут на содержание дорог и на ремонт дорог. Анатолий Пахомов подтвердил и возвращение прежней схемы оплаты за вывоз мусора. Расчеты за услуги САХА вновь будут производить с каждого человека, проживающего в квартире, а не с квадратного метра. Таким образом, благодаря инициативе мэра удастся устранить нынешний дисбаланс в тарифах для разных категорий сочинцев.